Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свой рассказ про Свято-Никольский Чернеевский мужской монастырь, что находится в Шацком районе Рязанской области. Шацкий район вообще очень интересный, потому что граничит он с тремя регионами – Пензенской областью, Мордовией и Тамбовской областью. Кстати, граница с Тамбовской областью проходит прямо здесь, в селе Печины. В XIX веке до отмены крепостного права Печины принадлежали князьям Трубецким. И вот по инициативе генерала Петра Ивановича Трубецкого в Печинах была построена Пятницкая церковь с тремя престолами – главным во имя святой мученицы Пороскевы, именуемой Пятницей, и предельными во имя святых мучеников Флора и Лавра и святителя Николая Чудотворца. В советские годы Печины остались без Дома Божия. В 20-е храм сгорел. Но год назад у сельчан вновь появилась своя церковь. Часовню построили трудами духовенства и прихожан свято-Никола Чернеевского монастыря. Главное то, что вот у нас вот такая вот стала, хотя бы маленькая, но аккуратненькая. Самое главное, что рядом. Но монастырь мы не забываем. Мы туда ходим, праздники ездим. Так у нас проходит служба и утром, утреннее, обед, вечернее. Все как положено. По субботам приезжает отец Феодосий к нам. Так что у нас здесь служба идет с Божьей помощью. Потихоньку у нас здесь становится с каждым разом уютнее. За храмом и территорией ухаживают монахи Николы Чернеевской обители, которая находится рядом в 11 километрах. Настоятель монастыря, архимандрит Феодосий Иванов, приехал в эти края еще в начале 2000-х и был настоятелем храма в другом соседнем селе под названием Высокое. Приехал сюда в 2000-м году. Тут храм еще не действовал постоянно, он не был освящен. Но и жителями села уже была проведена некая работа, заменены окна, но не сейчас, которые мы видим. Это уже другие окна, пластиковые. Тогда были деревянные, но более лучшего качества, потому что здесь был зерносклад до этого колхозный, и в щелях оставались остатки зерна. Но вот в феврале 2001 года было совершено великое освящение этого храма, и с тех пор в нем совершаются постоянные богослужения. В далеком XIX веке жители села Высокое Шацкого уезда на общем сходе приняли решение начать сбор средств на постройку храма. Этот храм достаточно древний, и он был построен в XIX веке, в 1886 году. И вот это здание сохранил до сих пор. Сейчас вот и трудами и местных жителей, и священников, которые и служили после меня, и до меня, скажем так, то все-таки этот храм стоит. Храм был закрыт в 1931-м. В храм этот я хожу очень давно. Тогда, когда только он начал открываться, когда еще здесь было все неотделано и холодно, это было где-то в 93-е годы, вот так как-то, в 98-е. Было все очень в таком плачевном состоянии, поэтому за долгое время здесь все разрушилось, и полы прогнили, поэтому пришло все по-новому переделывать. До этого здесь был склад, мы маленькие здесь играли, бегали. Но у нас председатель колхоза, как бы, был такой человек тоже верующий, и к этому очень серьезно относился. Вот поэтому он разрешил отдать это здание под храм, вернуть обратно. К тому времени уже многое было утрачено. Имущество храма реквизировано, колокола сняты, колокольни и купол частично разобраны. Постоянно была какая-то работа, и мы все с удовольствием приходили, участвовали. Для нас было такое событие, что церковь нашу заново открывает. Первые батюшки монастырские приезжали к нам, как бы службы были такие очень короткие, просто исповеди, но это было такое счастье, столько народу. Вот это еще совсем старое здание, видите, и фундамент такой весь развалившийся, и не совсем хорошая церковь у нас красивая. Сейчас она выглядит очень хорошо. Сейчас вообще великорепно, да. И даже вот, допустим, с отцом Сергием мы тоже выезжали в дом престарелых, вот с концертами выступали перед бабушками. Здорово. Вот у вас совместные еще поездки. Поездки были, да, организованы, вот поездка в Дивеево. Сейчас храм в Высоком находится по домофорам Николы Чернеевского монастыря. Наши священники из Николы Чернеевского монастыря совершают здесь служение, приезжает каждое воскресенье кто-нибудь из священников по очереди и совершают божайскую литургию. Летом, конечно же, жизнь здесь оживает, приезжают тоже люди и соседних регионов, и, можно сказать, которые уроженцы этого села были, которые живут сейчас в Москве, в Рязани, а в летнее время они приезжают на лето, здесь живут. И поэтому, конечно, приход в летнее время увеличивается, и, скажем так, может быть, и в какие-то дни служим и почаще. Как я пришла в храм, ну, уже так вот осознанно, меня батюшка наш, который здесь был раньше настоятелем, попросил рисовать. Вот, видите, здесь вот у нас в храме все вырезано своими руками. Вот, эти рисунки рисовала я, а мой сосед их вырезал просто. Вот, а потом матушка просила меня петь на клиросе. Вот, с этого все и началось, и так до сих пор я и пою на клиросе. Раньше было очень страшно. Я очень долгое время боялась вообще как бы петь, чтобы со мной кто-то не пел. Но сейчас, конечно, все это волнительно, и мне постоянно кажется, что я как-то не так пою, что всякие вот эти песнопения должны вот прямо как-то они вверх туда уходить, а у меня они вот здесь вот остаются. Ну, учимся, учимся. Отец Феодосий помогает, наставляет, вразумляет, показывает, как, что нужно делать. И потом он помогает не только здесь, в храме, он и в школе у нас помогает. Спонсором является, да. На Новый год приезжает, нам подарки привозит. Поэтому мы очень рады, что у нас такой настоятель. Дети с удовольствием приходят сюда. Да, не каждый день, допустим, но на большие праздники они приходят. Их никто не заставляет, они сами. И на экскурсии, допустим, вот сюда прийти. Они тоже всегда согласны. А посмотреть здесь есть на что. В конце XIX века в село Высокое со святой горы Афон была доставлена иверская икона Царицы Небесной. Она написана была на горе Афон XIX веке, на кипарисовой доске. И в советское время она находилась в доме у жителей села. Но в конце своих дней та бабушка, у которой в доме она находилась, она отдала эту икону опять вновь в Троицкий храм села Высокое. И вот, собственно, где-то с 2003 года эта икона находится вновь в этом храме. Она, конечно, требует реставрации, но все-таки, да, надеюсь, что дойдет и до этого времени. Но, по крайней мере, святыня опять вернулась в тот храм, откуда была взята. Путешествуя по Шацкому району, можно увидеть Никола-Чернеевский монастырь с разных точек. Над лесами возвышаются золотые купола и высокая колокольня храма. Хотя высокое строение и называется колокольней, на звоннице не колокола, а било. Этот музыкальный инструмент появился еще в Древней Руси в X веке и был предшественником колокола. Еще одна особенность колокольни в том, что это еще и храм святых апостолов Петра и Павла. Сейчас мы находимся на дуратном храме Никола-Чернеевского монастыря, который находится под колокольней. Этот храм освящен в 1813 году, сразу после Отечественной войны 1812 года. И тоже был закрыт вместе с монастырем. В помещении храма в советское время находился сарай. Те люди, которые здесь жили, вот в этом самом помещении, где находится храм, держали птицу, держали кроликов. А чуть выше, где ярус звона, где находятся колокола, находился бак водонапорной башни. Поэтому колокольня немножко тоже была повреждена, но уже впоследствии сейчас она уже отремонтирована, отреставрирована. И этот храм вновь был освящен в начале 2000-х годов. Соборная молитва здесь совершается накануне праздника Петра и Павла. Так что 11 июля добро пожаловать на колокольню. В само торжество в монастырь приезжает немало людей, и здесь все не поместятся. А вот вечером, перед праздником, у вас есть возможность принять участие в богослужении на высоте. Несмотря на то, что храм достаточно маленький, но и вообще находится на колокольне, на высоте, вокруг него можно пройти крестным ходом. Между стенами здесь есть особое пространство. Никола-Чернеевский монастырь собирает вокруг себя людей и из соседних сел, и из города Шацка. Как и всех людей, в монастырь, наверное, в основном приводит скорби. Редко мы приходим с чем-то хорошим, добрым. Вот так случилось, что и в моей жизни была такая ситуация, была нанесена душевная травма. Ну и по Божьей воле я попадаю в Чернеевский монастырь, где меня встречают отцы, где меня пригрели, где меня выслушали, где мне помогли добрым советом. Вот, каким-то делом, вразумели, как поступить в той ситуации. Ну, так и осталось. Монастырь стал моим вторым домом. Здесь живет мой духовник. Вот. Помогаем монастырю, общаемся, выполняем какие-то поручения. Настоятель отца Феодосия. Вот. Это наша жизнь. Если приходят сюда со своей болью и печалью, то уходят с радостью. Само пространство помогает воспрянуть духом. Ну, вообще, Шацкий район, он славится природой. Вот, живописное место, Чернеева. Здесь были очень густые леса. Святой Матвей поселился в этих лесах. Вот. Тоже, можно сказать, не случайно, да, чтобы потом нас привезти в этот монастырь. Вот. Очень красиво. Пейзаж, природа. Особенно вечерами здесь очень красиво, когда приезжаешь. После вечерней службы даже были случаи, приезжали. Просто посидеть на лавочках, пообщаться с братьями, подпитаться вот этой духовной энергией. Здесь вот, конечно, приезжаешь и сразу чувствуется вот особая благодатная земля. Здесь, куда не поедешь, даже в любом селе, были и блаженные, и уродивые, и молитвенницы, и молитвенники. Вот. Это особо рязанская земля, этим отличается. Но Ашацкая – это так-то сугубо, так вот скажем. То есть, действительно, места освященные, молитвы святых. Это, конечно, чувство молитвы здесь легко. Вот. И процент людей в церковье, но гораздо больше. Вот вроде Ашацк небольшой город, а смотрите, храмы наполнены, людей много. А люди такие очень благоговенны. То есть, эти традиции православной веры здесь еще сохраняются, несмотря на те страшные времена, которые эта Ашацкая земля тоже пережила в советское время. И не случайно люди приходят сюда, в обитель, приходят как в духовную врачебницу. Вот сегодня с утра уже видел много паломников с самых разных мест. С Рязанской земли, с Рязани, с Тобовской земли, с Машанска. Если в таком обычном нашем понимании есть границы между областями, границы между государствами, для людей нет границ. И приходят сюда все, кто ощущает святость этого места, все, кто хочет духовного преображения, духовного просветления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова